Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже было заявлено, моя тема – это обновление в классификации воз 2020 года относительно опухолей шейки матки. И так же, как Анна Олеговна, я коснусь в основном только эпителиальных опухолей шейки матки. На данном слайде представлено распространение опухолей шейки матки в мире. Как мы можем видеть в Российской Федерации, эти показатели достаточно высоки. И, как вы можете заметить, в некоторых странах Центральной Европы и в Северной Америке эти показатели достаточно низкие. Это связано с внедрением эффективных методов вакцинации против вируса папиллома человека. Думаю, как вы знаете, большинство опухолей шейки матки возникают в связи с инфекцией вирусом папиллома человека. В связи с этим в новой редакции классификации нас ждало большое обновление, касающееся нозологической классификации опухолей. Теперь она базируется на определении ее ассоциации с вирусом папиллома человека. Исследование, которое было проведено, которое вы видите на экране, показало, что большая часть опухолей шейки матки, плоскоклеточных карцином, аденокарцином и прочих видов раков, ассоциировано с вирусом папиллома человека. Однако не 100% и не близко к этому, как обычно принято думать. Из нововведений также есть такие пункты. Аденокарцинома без дополнительных уточнений из классификации исключена. Также исключена из классификации эндометриоидной карциномы шейки матки, серозная карцинома и аденофиброма. Что касается плоскоклеточных карцином, на левой части слайда вы можете видеть классификацию 2014 года издания. Вы видите, что плоскоклеточные карциномы делятся по степени ороговения на ороговевающие и не ороговевающие и по морфологическим характеристикам на отдельные подтипы. Тогда как в ВОЗе 2020 года все эти гистологические подтипы больше не указываются, степени ороговения не указываются. И делится плоскоклеточная карцинома только на два вида. ВПЧ ассоциированная и ВПЧ не ассоциированная. Ну и плоскоклеточная карцинома без дополнительного уточнения, если нет возможности выполнить ВПЧ-тестирование. ВОЗ говорит нам о том, что мы должны тестировать все плоскоклеточные карциномы на ассоциацию с вирусом папиллома человека, либо с помощью иммуногистохимического исследования, с помощью антитела П16, либо с помощью определения микро-РНК путем гибридизации ин-ситу. Что важно отметить, это то, что при окраске гемотоксилина и азин по морфологическим критериям невозможно отличить ВПЧ ассоциированную и не ассоциированную карциному. Также было замечено, что степень ороговения никак не ассоциирована с ВПЧ. И в данной классификации говорится о том, что грейдинг, то есть определение гистологической степени злокачественности для плоскоклеточных карцином, не имеет клинического значения и маловоспроизводимо, и поэтому не рекомендуется. Так же, как и гистологический эпатип карциномы, который мы раньше использовали в классификации 2014 года. Почему такое большое внимание уделяется вирусу папиллома человека? Были проведены множественные исследования, которые показали, что ВПЧ-позитивные карциномы, они имеют лучший прогноз, имеют более лучшую как безрецидивную, так и общую выживаемость. На этих графиках Каплана-Майера вы можете видеть, что кривые ВПЧ-ассоциированных и неассоциированных плоскоклеточных карцином достоверно расходятся. Но, к сожалению, конкретно данное исследование не слишком большое по объему, однако достоверные данные были получены. Что касается прикурсоров, плоскоклеточные карциномы – это интерэпитериальные поражения или сил. В отличие от раков, они 100% ассоциированы с ВПЧ-инфекцией. Не было зарегистрировано ни одного случая интерэпитериального поражения без ассоциации с вирусом папиллома человека. Как говорилось ранее, напомню еще раз, что теперь кайлоцитарная АТП и ЦИН-1 – это категория low-seal, и ЦИН-2, ЦИН-3 – карцином-ин-ситу – это категория high-seal. Для дифференциальной диагностики этих поражений мы используем как морфологические, так и иммуногистохимические методы исследования. На морфологических методах я не буду подробнее останавливаться, остановлюсь на иммуногистохимии. Что нам чаще всего помогает? Это P16 антитела. Это маркер деградации белка ретинобластомы, который запускается с помощью Е7 в связи с репликацией вируса папиллома человека в эпителии чайки матки. И он является специфичным достаточно маркером для определения ассоциации карцином с вирусом папиллома человека. И используется для дифференциальной диагностики интроэпитальных поражений вместе с индексом пролиферативной активности КИ-67. Как мы должны интерпретировать P16 по иммуногистохимическим методам? Чтобы сказать о том, что карцинома или сил, ассоциированные с вирусом папиллома человека, мы должны увидеть аномальную экспрессию. Мы не должны писать заключение экспрессии P16 позитивное или негативное. Допускаются такие формулировки, как аномальная экспрессия, отсутствие аномальной экспрессии, либо аномальная экспрессия или нормальная экспрессия. Какие виды экспрессии будут считаться аномальными? Это диффузное выраженное ядерное и цитоплазматическое окрашивание опухолевых клеток, блок-тайп так называемый. Это окрашивание в базальных и парабазальных отделах с распространением вверх по пласту эпители. Это как минимум окрашивание нижней трети эпителиального пласта. Окрашивание как минимум шести клеток подряд. Другие паттерны окрашивания антителом P16 не являются специфичными для поражения вирусом папиллома человека. И следует также заметить, что толщина окрашенного P16 пласта эпители не коррелирует со степенью сил. То есть, если у нас P16 окрашивает вторую, третью или верхнюю треть эпители, это не говорит о том, что это поражение является high-grade поражением. Здесь мы должны использовать антителы КИ-67. На данном слайде представлены примеры аномальной и нормальной либо реактивной экспрессии P16. Вы можете видеть на верхних слайдах, что это так называемое диффузное выраженное блок-тайп окрашивание. Либо окрашивание нижних двух третей с переходом наверх. Либо окрашивание нескольких клеток подряд в слое. В нормальной или реактивной экспрессии мы видим, что экспрессия мозаичная. Она идет не подряд. И базальные пары, базальные отделы не окрашиваются антителом P16. Переходим к аденокарциномам шейки матки. Здесь тоже большие нас ждали изменения в классификации. В классификации 2014 года мы указывали только морфологический по тип опухоли. В классификации 2020 года мы также определяем ассоциацию аденокарциномы с вирусом папилломы человека. И также мы должны как плоскоклеточные карциномы тестировать все на вирус папилломы человека. В отличие от плоскоклеточного рака, аденокарциномы, ВПЧ ассоциированные и не ассоциированные, возможно отличить при окраске гематоксилина азином. Такие признаки, как наличие атипических метозов и апоптотических телец, могут нам указывать на ассоциацию с вирусом папилломы человека. А также было показано, что некоторые типы морфологические стандартно связаны с ВПЧ-инфекцией, некоторые не связаны с ВПЧ-инфекцией. Итак, из ВПЧ ассоциированный аденокарцином – это самый распространенный вид usual type и группа муцинозных карцином, то есть карцинома кишечного типа, персневидно-клеточного и инвазивно-стратифицированный муцин, продуцирующий интерэпителиальное поражение. В них мы наблюдаем аномальное окрашивание P16. Среди ВПЧ отрицательных аденокарцином – это карциномы желудочного типа, гастрик-тайп, светлоклеточное и мезонефральное. В них мы видим нормальное или реактивное окрашивание P16. Для аденокарцином аномальным окрашиванием является только блок-тайп окрашивания. Хотелось бы остановиться на таком понятии, как паттерн инвазии. Было опубликовано в 2015 году большое исследование, которое применительно к практике исследовало паттерн-based классификацию аденокарцином шейки матки. Также у этой классификации есть именное название Silva Classification. Согласно этой классификации паттерн инвазии делится на три типа. Это паттерн А, это хорошо ограниченные округлые железы, которые могут иногда образовывать группы ископления. Досмопластической реакции строма вокруг таких изменений практически никогда не наблюдается. Может наблюдаться криброз или папиллярные структуры. И в таких поражениях отсутствует лимфоваскулярная инвазия. Что касается клинической значимости, то у таких пациенток нет риска региональных метастазов и локального рецидива. Паттерн B состоит по большей части из хорошо сформированных желез, но наблюдаются небольшие очаги стромальной инвазии. Также может присутствовать лимфоваскулярная инвазия. И здесь риск метастазирования рецидива выше. То есть в 4% случаев присутствует метастаза в лимфатических узлах. И риск рецидива составляет около 1%. И самый агрессивный это паттерн C. Он характеризуется диффузной стромальной инвазией. Здесь уже в 22% случаев обнаруживается метастаза в лимфатических узлах. И риск рецидива тоже достигает 22%. Что касается исключенных категорий из новой классификации. Как я уже говорила, аденокарцинома БДУ исключена. Поскольку мы должны типировать карциному на ассоциированность с ВПЧ. И мы можем это сделать уже морфологически. То есть указывать аденокарциному без дополнительных уточнений уже нельзя в наших заключениях. Также были исключены серозная карцинома. Так как больше нет доказательств, что она возникает как первичная опухоль. И эндометриоидная карцинома, поскольку она возникает крайне редко. Чаще всего из-за чагов эндометриоза. И чаще всего мы наблюдаем, что эта аденокарцинома является распространением нашей куматки рака эндометрия. И напоследок хотелось бы остановиться на пунктах, которые мы должны указывать в нашем заключении патологическом. Это в первую очередь гистологический потип опухоли. Ассоциацию с ВПЧ-инфекцией, выявленную с помощью иммуногистохимии или гибридизации инсиду. Степень гистологической злокачественности, то есть грейд, только для ВПЧ-ассоциированных аденокарцином. Глубину инвазии мы указываем в миллиметрах и третях строма шейки матки. А также протяженность опухоли. Распространение на тело матки – это опционально, поскольку это не имеет влияния на стадию заболевания, однако имеет клиническое значение. Наличие или отсутствие лимфоваскулярной инвазии – это обязательная категория в заключении. Статус удаленных лимфатических узлов и края резекции, как влагалища, так и параметрия. На этом все. Спасибо за внимание.